Здравствуйте наши дорогие зрители и слушатели. Чем ближе вожделенная дата 18 марта 2018 года, вожделенная для российской буржуазии, разумеется, поскольку она хочет в этот день в очередной раз возвести на президентский престол своего ставленника, тем больше и больше новостей поступает по рубрике новости политического цирка. О некоторых из них в связи с мадам Собчак мы уже вам докладывали, а сегодня поговорим еще об одном пропутинском клоуне, политическом разумеется. Зовут его Борис Титов. Он крупный российский капиталист или как сейчас говорится бизнесмен. Ну правда в народе злые люди у нас, да, и они когда слышат слово бизнес, особенно русский бизнес, добавляют к слову бизнес еще три первых буквы Н, А и Е, да, складывая их в одно слово. И в общем я думаю, что в значительной степени это соответствует действительности. Так вот этот самый бизнесмен с добавлением трех букв и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Борис Титов решил таки помочь Путину. Вообще сама по себе фраза уполномоченной по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации хороша, поскольку показывает классовый характер буржуазного российского государства, кого там надо защищать, кого власть готова защищать, на кого она опирается и с кем работает. То есть на капиталистов, на крупных собственников, на доморощенную, ну и разумеется зарубежную буржуазию, поскольку у всякого доморощенного буржуя, как и должно было быть по логике империалистической глобализации, есть свой зарубежный, то ли партнер, то ли хозяин, то ли и то и другое вместе. Итак, он и Титов, собрав полицовет партии Роста, который он по совместительству возглавляет, давайте-ка вот посмотрим, госслужащий категории совершенно определенный, сотрудник исполнительной власти, не избранный депутат, не губернатор. А вот что называется назначенный указом президента, одновременно возглавляет партию Роста. Само по себе уже понятно, куда растет эта партия, ради кого она растет и с кем она растет. Но тем не менее, полицовет партии Роста на заводе шампанских вин Абрау-Дюрсо, принадлежащим государственному служащему, уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте Титову, собрался и от имени партии Роста Онова Титова выдвинул в президенты России. Конечно, официально его выдвинут после старта президентской кампании на съезде партии Роста, но теперь уже нет сомнений, что Титов таки будет кандидат. И он уже в качестве кандидата заявил, что отказывается от служебного автомобиля. И, видимо, как Ельцин 30-летней давности начнет ездить на работу в администрацию президента, чтобы защищать там права несчастных предпринимателей на трамвае. Как говорится, ждем-с. Целый трамвай, арендованный Титовым, в одном отделении он сам с референтом и пресс-секретарем, в другом охрана, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из простых людей не подошел и в не плюнул. Просто так. Ради справедливости. Итак, гражданин Титов отказывается от личного автомобиля и собирается уходить в оплачиваемый отпуск как только, так сразу. Возникает вопрос, если он решил поконкурировать со своим шефом, президентом Российской Федерации Путиным, то о каком оплачиваемом отпуске идет речь? Раз ты подчиненный президенту и выступаешь против него на выборах? Так ведь? Пора подавать в отставку. Однако отставки нет, из чего мы делаем вывод, что никакой реальной конкуренции гражданин Титов на этих выборах не планирует. Он, конечно, может сказать, что у нас никто не подает в отставку в таких случаях, но солжет. Примеры такого рода известны. Скажем, на выборах 2016 года в законодательное собрание Санкт-Петербурга помощник депутата от Справедливой России Виктора Ложечко Сережа Трошин решил бросить вызов своему шефу в одномандатном округе, выдвинувшись уже не от эсеров, а от яблок. Так он, загадя за полгода до, официально об этом заявил, покинул свой пост оплачиваемого помощника госслужащего и честно попытался конкурировать со своим шефом в одномандатном округе. В итоге, конечно, оба проиграли, там победил единоросс. Но, по крайней мере, все было честно и так, как оно, вообще говоря, в конкурентной политической борьбе и должно быть. Так вот, у Титова этого нет. Я уж не говорю о том, что программа, с которой господин Титов хочет помогать Путину на выборах, проста. Либерально-рыночные реформы, незначительная корректировка курса правительства Медведева и ни слова против приватизации, частной собственности и капиталистических отношений, ныне имеющих место в России против российского периферийного капитализма. Не слово о выходе из ВТО, о разрыве с МВФ и прочими орудиями капиталистической глобализации. В принципе, гражданин Титова, как владельца завода шампанских вин в Абрау-Дюрсо и многочисленных бизнесов, это устраивает. Откуда он такой красивый у нас взялся? Бывший советский внешторговец, как положено советскому внешторговцу член КПСС, продавший и честь советского гражданина, и достоинство члена коммунистической партии, сделавший термин торговать родиной своей профессией. С начала 90-х годов занимается приватизацией внешнеторговыми операциями по продаже нефти, газа. Свой от и до в Российском союзе промышленников и предпринимателей, в торгово-промышленной палаты, а это, как известно, две структуры, которые координируют деятельность крупного бизнеса в России, эдакие такие профсоюзы олигархов. Затем член высшего совета партии «Единая Россия», который покинул ради членства в партии гражданская платформа. О, прошу прощения, гражданская сила, тогда она так называлась. Когда гражданская сила, поддержав президента Медведева на выборах 2008 года канула в лету, перешел в правое дело. Ну, а когда уже правое дело в прошлом году под выборы переросло в партию Роста, сохранив свои юридические реквизиты и поменяв лишь название, но отнюдь не сущность, гражданин Титов ее возглавил и, как и положено, всем политическим бомжам, из которых формировалась партия Роста. А я напомню, что в списках партии Роста была и Ирина Хакомада, и политическая многостаночница Оксана Дмитриева и предательница коммунистического движения Ирина Камолова, все политические бомжи и бомжихи Российской Федерации там собрались, получили они на всех их что-то в районе около одного процента, и можно было подумать, что уже слились. А нет. Гражданин Титов идет на выборы от партии Роста, чтобы на фоне его личности и его политических и социально-экономических воззрений, основной кандидат российской буржуазии по фамилии Путин выглядел настоящим патриотом, крепким мужиком и вообще говоря, честным человеком, за которого на фоне таких вот Титовых и Собчак не грех и голос отдать. В этом суть выдвижения гражданина Титова, в этом суть той предвыборной помощи, которую он оказывает действующему президенту Российской Федерации и своему прямому и непосредственному начальнику Владимиру Путину. Понятно, что кандидатура Титова является карикатурной, марионеточной и абсолютно несерьезной. Человек, сделавший торговлю Родиной своей профессией, человек, выражающий интересы крупных капиталистов, человек, меняющий партии как перчатки, политический бомж, разумеется, не имеет никаких шансов участвовать в выборах, за исключением той функции, которую мы определили в администрации президента. Создавать декорацию многопартийности и политического плюрализма. При всем при том огромная бочка меда, которую поднесло в выдвижение Титова, огромная бочка дегтя, которую поднесло в выдвижение Титова, имеет и маленькую ложку меда. На пост кандидатов в президенты от партии роста до выдвижения Титова претендовала Оксана Дмитриева, руководитель фракции партии роста в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Точно такая же политическая бомжиха, как и Титов, поменявшая несколько партий. Тут тебе и яблоко, тут тебе и партия предпринимательства, тут тебе и вся Россия, тут тебе и справедливая Россия, тут тебе и партия роста. Пальцев на руке не хватит, чтобы сосчитать, в каких партиях за последние 20 лет просостояла мадам Дмитриева. Бывший министр либерально-рыночного правительства киндер-сюрприза Кириенко надеялась стать кандидатом в президенты. Слава богу, не стало. Поскольку мадам Дмитриева обладает ярко выраженным темпераментом политического демагога из числа тех, которые во все вмешиваются и ни во что не вникают, то, наверное, процент у нее был бы повыше, чем у Титова. И этот обман, слава богу, не состоится. Я рад, что Оксана Дмитриева в очередной раз пролетела мимо кассы. Вместе с ней, разумеется, пролетели и все ее верные сподвижники, включая упомянутую выше Камолову, которая, изображая из себя коммунистку, на самом деле является главным помощником Оксаны Дмитриевой, возглавляет в законодательном собрании аппарат праволиберальной фракции партии Рост. Всем им место на помойке истории. И я надеюсь, что рано или поздно так и случится.